15 февраля исполнилось 33 года со дня вывода советских войск из Афганистана. Именно в этот день закончилась война, которая длилась намного дольше, чем Великая Отечественная, но о которой мало что известно и почти не написано в учебниках истории. Сотрудники историко-культурного центра организовали урок мужества, посвященный тем страшным событиям. Ситуация в Афганистане осложнялась тем, что само афганское общество оказалась расколотой на две части, одна из которых воспринимала вмешательство СССР как союзную помощь, поддержку, а другая со временем усилившаяся, как агрессия и навязывание чужих порядков. Одиннадцатиклассникам видновской школы номер два были продемонстрированы фрагменты документальных фильмов об афганской войне. Ребятам рассказали о мужестве советских молодых людей, которым пришлось выполнять интернациональный долг за рубежом своей родины. На мероприятие был приглашен участник боевых действий в республике Афганистан Валерий Батришов. Практически это их ровесники принимали участие в военных действиях. Мы зачитываем, например, письмо военнослужащего, который добровольцам попросил направить Афганистан для защиты интересов нашего государства. И вот, как он пишет, чистого неба на афганской территории. Подвиг воинов-интернационалистов не оставил равнодушным старшеклассников и нашел отклик в сердцах ребят. Я читал, я смотрел документальные фильмы про Афганистан, про политическую ситуацию в этот момент. И довольно интересно было узнать не с точки зрения исторической скроники, а с точки зрения эмоций и переживаний людей, которые это все пережили. Александру Пахомову особенно впечатлили письма, которые писали домой молодые бойцы. Смотришь это все вживую, вот так вот, на видео, или когда там включают голосовые, как мужчины просто писали письма, а потом говорилось то, что они спустя пару дней, пару месяцев просто умирали. И это так ужасно на самом деле. Но это заставляет почтить их память. На мероприятии учащиеся познакомились с историей афганской войны, узнали о причинах начала, о невосполнимых потерях советских войск, о трагической судьбе земляков. Задают много вопросов, но их интересует, в каких боевых участиях, в каких, так сказать, боевых операциях принимали участие, в чем это заключалось. Ну а я, как, так сказать, сотрудник органов государственной безопасности, я был командиром одного из спецподразделений «Каскад». Это немножко своеобразные там были наши задачи. Вот я об этих задачах рассказываю, ребята, чем мы там занимались. Стоит отметить, что уроки мужества для школьников Ленинского городского округа в историко-культурном центре проходят на постоянной основе. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова